Добрый день, уважаемые телезрители! Сегодня в программе «Тема дня» мы обсуждаем защиту прав потребителей. У нас сегодня в студии Денис Александрович Литвинов, руководитель отдела информирования и защиты прав потребителей. Здравствуйте! Вот такая тавтология, но очень важная, и, наверное, телезрители ушки на макушке уже держат. Да, надеюсь. Начнем, давайте, пожалуйста, с темы квартир. В Ульяновске есть такая история, что многие дома многоквартирные, которые строятся, сдаются не вовремя. И, оказывается, не обязательно попадать в разряд обманутых дольщиков, а можно обратиться в суд и выиграть дело. Да, конечно. Смотрите, если вам не достроили квартиру, но застройщик еще не банкротится, вот как в приведенном вами примере, есть смысл застройщика взять неустойку за нарушение сроков сдачи квартиры, обязать его в новый срок сдать квартиру, взять компенсацию морального вреда и штрафные санкции. Вот в приведенном вами примере мы так и сделали. А срок какой? Ну, вы сами назначаете срок, срок должен быть разумным. Конечно же, если вы назначите срок застройщику при неготовом многоквартирном доме в течение 24 часов, ну, срок будет нереален. Если вы назначите ему в месячный срок, в принципе, да, вполне реально. Кроме того, вот застройщики, которые собираются исполнять свои обязательства, у нас они большинство, они сами вывешивают планы, графики измененные, уточненные достройки домов. Можно взять этот график, посчитать неустойку до срока, когда застройщик готов сдать, построить, взыскать с него дополнительные деньги, ну и вселиться в новую квартиру. В деле, о котором мы с вами говорим, это срок год прошел, да? Да, да, это прошел, к сожалению, год, но, опять же, я не думаю, что существуют какие-то умыслы на недостройку, это же бизнес, и застройщик, повторяю, не хочет разоряться, хочет дальше достраивать дома и дальше строить, в том числе в нашей области, соответственно, получать земельные участки под застройку. Поэтому он застроит 100% этот дом, но за свои нарушения он, естественно, заплатит потребителю деньги. И какую сумму получил, естественно? Если я не ошибаюсь, там что-то в районе 200-250 тысяч рублей. Ну, ремонт, наверное, и хватило. Ну, я думаю, да. Теперь к риэлторам, которые тоже существуют в Ульяновске на экономическом рынке, и ряд из них действуют недобросовестно. К сожалению, да, риэлторство уже у нас 20-30 лет, наверное, существует как бизнес, но до сих пор еще мы сталкиваемся с ситуацией, когда риэлтор берет деньги от покупателя. При этом никаких договоров, никаких доверенностей от продавца у него нет. Сделки как таковой не существуют, а деньги переданы. Вот в нашей ситуации хорошо, что хотя бы расписка от этого, но его сложно назвать риэлтором, но вот от этого человека существовало. Вот, благодаря этой расписке мы смогли вернуть эти деньги потребителю. Сделка, естественно, сорвалась, и я хотел бы обратить внимание всех потребителей, мы все в конце концов дорастаем до покупки квартир, до покупки недвижимости. Лучше всего ходить к риэлторам, ходить к покупателям с юристом со своим, который вам и риэлтору то же самое объяснит. Риэлторы, кстати, прекрасно знают о том, что должна быть доверенность на получение денежных средств, должны быть предварительные договора для того, чтобы эти деньги не пропали где-то у него в карманах, а для того, чтобы эти деньги были переданы продавцу в качестве предоплаты. И вы, как покупатель, были уверены в том, что ваши деньги легли в цену квартиры, и продавец уже не мог никому другому продать эту квартиру, потому что она уже в сделке находится. Но в нашей ситуации этого всего не было. В итоге дошло дело до суда, в добровольном порядке деньги не возвращали, и только по суду 50 тысяч вернули. А вот такой ликбез, о котором мы сейчас с вами говорим, где-то в другом месте подчеркнуть можно, кроме нашей программы, для того, чтобы обезопасить себя от таких действий? Вот тоже совсем недавно была ситуация, правда, с арендой квартиры. И точно так же риэлтор, человек, который хотел снять квартиру, жилье во временное свое пользование, как только он нам позвонил, мы его проконсультировали, он сказал это риэлтору, и риэлтор сразу снизил цену. Вот на самом деле риэлторы все прекрасно об этом знают, но хотят сэкономить, или хотят как-то, ну, халатно, наверное, относятся к своим обязанностям. Где-то еще, ну, закон о защите прав потребителей можно, конечно, можно заняться самообразованием, но проще всего нам позвонить. Проще позвонить или зайти на сайт, там есть руководство, где есть? Да, конечно. Вот опять же, большое спасибо, что вы напомнили о сайте. Сейчас вот сложная эпидемиологическая обстановка, и поэтому вот лучше всего пользоваться сайтом. У нас там все есть. Претензия 24. Да, претензия 24. Если там какой-то, на какой-то из своих вопросов вы не нашли ответ, то же самое есть форма обращения, напишите, мы вам письменно ответим. Если какого-то образца претензии вы там не нашли, опять же, мы вам подскажем, где он там находится. Или же, если его там нет до сих пор, ну, такое тоже бывает, ситуаций в жизни очень много, мы составим вам претензию, отправим вам по электронке. Вы, так сказать, позаботьтесь о своем здоровье, мы поможем вам защитить ваши права. Страхование в сфере ЖКХ. О чем это речь? Управляющие компании страхуют свой бизнес, услуги? Да, это замечательная вещь. Наконец-то управляющие компании у нас до этого дошли. То есть, принимая жилищный фонд, он бывает в разном состоянии, даже выполняя какие-то работы, там, первоочередные, например, все равно управляющая компания может стать виновницей в каком-то ущербе. В основном это проливы, к сожалению, потому что изношены трубы, изношены крыши. А состояние квартир бывает разным. Да, да, совершенно верно. Люди могут себе позволить некоторый хороший такой дорогой ремонт. И, соответственно, управляющая компания страхует свою ответственность. То же самое, как ОСАГО. И вот у нас был такой случай, то есть, произошел пролив, очень большая сумма ущерба, но управляющая компания застраховала свою ответственность. К управляющей компании у меня в этом плане вопросов никаких, но страховая компания довела это дело до спора. И... Не собиралась возмещать? Ну, она возместила, но, понимаете, как она возместила? Она свою оценку провела. Ага. И, естественно, она была в разы меньше. Да. Поэтому мы обратились к финансовому омбудсмену. К нему, кстати, тоже можно обратиться при помощи интернета. Не надо непосредственно там ехать к нему в офис, там, не разговаривать с его специалистами. Через интернет мы к нему обратились. Все, потребителю пересчитали ущерб. За исключением его убытков, потому что страховая не покрывала убытков. Поэтому за убытками, вот, расходами, связанными с взысканием этого ущерба, все-таки придется обратиться в суд. Но вот чем хорош финансовый омбудсмен? Как только он выносит решение, страховые компании его мгновенно исполняют. Потому что в случае неисполнения, там очень большие штрафы на страховую компанию. Ну, мы это дело отмечаем как первую ласточку в этом бизнесе. Да, да, да. Это первый опыт, потому что он совсем недавно, этот институт возник, финансовый омбудсмен, и он начал работать достаточно хорошо. Предоплата за ремонт пластиковых окон, но результат... Ноль. Результат ноль, да. Это дело хорошо, хорошо, наверное, хорошо тем, что до суда это дело не дошло. То есть переговоры устные с этими, ну, скажем так, ремонтниками положительных результатов для потребителя не привели. И она обратилась к нам, мы помогли составить претензию, в претензии указали, что мы выступаем на стороне потребителя. И человеку вернули деньги. Без судебных разбирательств. Без судебных разбирательств. До судебной практики. Да. Пандемией часто вы употребляете сейчас это слово. Билеты за концерт в первую волну. Некоторые шоу не состоялись в Ульяновске. И люди не могли получить компенсацию за то, что потратили деньги на эти билеты. Как помогли вернуть? Да, смотрите, если действительно вы приобрели на какое-то массовое мероприятие билеты, в связи с пандемией они отменились, эти мероприятия... С одной стороны, это форс-мажор. С одной стороны, конечно, это форс-мажор, но с другой стороны, потребитель же в этом не виноват, в этом форс-мажоре. И, соответственно, по закону о защите прав потребителей деньги должны быть возвращены. Конечно же, в процессе переговоров нам объясняли в том числе, что в больших убытках организаторы концертов, что все концерты отменились, предлагали нашему потребителю что-то типа ваучера на следующие какие-то концерты, мероприятия. Но человек захотел денег, опять же претензия. В итоге с нашей аргументацией и со ссылками на нормативные акты сдались и вернули все деньги. Четыре билета по тысяче рублей. Мелочь, но приятно. Ну да. Но самое главное, что человек удовлетворил свои интересы, понял, что закон восторжествовал. Следующий случай, можно сказать, банальный. Это покупка каких-то электроприборов бытовых или в данном случае это... Профессиональный станок для заточки различного инструмента. Оказался некачественным. Да. Дело в том, что для продавца это тоже было новостью. То есть, опять же, длительные переговоры, ремонт производился, замена частичная, там стартера этого станка. Сам станок недешевый, профессиональный. Вроде не должен перегреваться и создавать вот такую пожароопасную ситуацию. В результате, опять же, после нашего вмешательства продавец нашему потребителю сказал, вот что хочешь. Хочешь новую модель, хочешь старую модель, хочешь деньги верну, хочешь опять ремонтировать буду. И нам это было интересно с точки зрения того, узнать, какая же хорошая фирма. Поэтому мы этому потребителю скажем, вот сейчас ты поменяешь на другую фирму, и все будет хорошо, обязательно скажи Марку. Понятно. Но не будем называть ее в качестве рекламы, чтобы это не прозвучало. У меня вот вопрос из того, что мы сейчас с вами перечисляем. Очень много до суда заканчивается дел после того, как вы вмешиваетесь в них. А почему сразу страна не соглашается на это? Вот на самом деле, да, спасибо за вопрос. Динамика у нас изменилась, то есть у нас стало меньше судов, больше стало вот именно досудебное разрешение споров. Ну, я так полагаю, что предприниматель, он в принципе-то в законы не особо всматривается. И работает только на прибыль. И я думаю, что благодаря... Динамит потребителей, другими словами. Да, динамит. А здесь ему приходит абсолютно понятный расклад по закону так. Если так не будешь делать, убытки твои увеличатся. Если хочешь, грубо говоря, перепроверить наши слова, пожалуйста, мы пойдем в суд и все с тебя уже взыщем. Несколько раз, видимо, перепроверяли, господа предприниматели, поняли, что нет смысла. И когда приходит документ со ссылкой на нас, ну вот они стали выполнять требования потребителей. Но в платной медицине, к сожалению, не всегда так. И опять зубное протезирование, опять претензии. Да, до сих пор с зубным протезированием почему-то в Ульяновской области мы не решили этот вопрос, чтобы больше этого не возникало. До сих пор возникают некачественные зубные протезы. Вот в последний случай человеку установили протез, он жал, доставлял дискомфорт. Ну, явно были какие-то дефекты. Опять же, переговоры устные, длительные. У нас люди, как сказать, неконфликтные, они не хотят идти в суд, они не хотят идти к защитникам предпринимателям, они хотят решить вопрос сами. И проходит время достаточно большое, вот на эти переговоры они тратят. Пришли к нам, посмотрели, разобрались. Мы сами проконсультировались с врачами, благо есть люди, которые могут проконсультировать. Нам сказали, что 100% недостаток. Точно так же мы описали все это в претензии со ссылкой на законодательство. Все, вопрос решился, деньги вернули. И опять же, без суда, понимаете. Доверчивые у нас, наверное, просто люди. Они верят в слово. Да, да. Они, ну, как я последний раз услышал от одного потребителя, да не надо писать претензию, надо просто пойти и поскандалить. Так. Ну, не надо скандалить, уважаемые потребители. Вот предъявление письменной претензии – это нормальный цивилизованный процесс. Мало того, когда вы скандалите, вы разговариваете с исполнителями. Ну, не знаю, секретарь какой-то там, на ресепшене какая-то девушка, может, какой-то ответственный работник. А когда претензия на имя руководителя, ее читает руководитель, который отвечает, в том числе и в медицине, у него уголовная ответственность возможна. Он все это посмотрел, оценил, перспективы свои посмотрел. И, я думаю, дал правильную команду. Ну, в заключение еще раз напоминаем адрес сайта, претензии 24. Да, 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 заходите на претензию 24. Там есть претензии, образцы претензий, там есть консультации, там есть решение судов. Это уже для юристов, может быть, пригодится. Естественно, там есть все наши специалисты со всеми нашими графиками по всем районам Ульяновской области, по всем районам города Ульяновска, Димитра Авграда. Телефоны все там наши есть. И если вы там что-то не найдете, там есть форма обращения, обращайтесь, мы вам обязательно ответим. Спасибо вам большое за то, что принимали участие сегодня в нашей программе. Это была тема дня, в которой мы сегодня говорили о защите прав потребителей. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова